Не выкопали, а наоборот посадили более 20 тысяч саженцев сосен и лиственниц на острове Ольхон в Ольхонском районе. Волонтеры. Новые юные деревья появились на месте горельников. Акцию организовал благотворительный фонд «Подари планете жизнь». В посадке приняли участие не только добровольцы из Иркутской области и разных городов России, но даже из Швейцарии и Бразилии. А вот иркутские эковолонтеры побывали в соседней Бурятии. Там активисты очистили от мусора реку Мысовку, которая впадает в Байкал. Сколько отходов удалось собрать и кто вместе с прибайкальцами присоединился к доброму делу, расскажет Даниил Сидов. Ботиночки всякие, дети. Детскую обувь находят там, где должны быть грибы и ягоды. А еще вдоль берега реки разбросана стиральная машинка, запчасти от холодильника, кресла и масса мелкого мусора. Навести здесь порядок приехали более сотни добровольцев. Все они участники эко-акции 360 компании «Н-Плюс Групп». Среди них Роман Сафонов. Он волонтер с 10-летним стажем ездит по побережью Байкала, чтобы сделать его чище. Вот и в этот раз Иркутянин преодолел 300 километров, чтобы, несмотря на дождь и ветер, принять участие в уборке. Очень много мусора. И, как правило, возле таких деревень народ приезжает, отдыхает и не убирает и оставляет. И вот волонтерам приходится приезжать убирать. Мусор разный есть. Как вы видите, есть стекло, есть пластик отдельный, есть общий. То есть, ну, всего полно. Есть что убирать. Здесь это берег реки Мысовка. Волонтеры собрали более 120 мешков с мусором. И это только те отходы, которые увезут на полигон. На переработку же отправятся почти 40 килограммов пластика, 103 килограмма металла и более 210 килограммов стекла. Подобные уборки в рамках проекта 360 проводят на побережье Байкала и реках, что впадают в него. Мысовка – одна из них. Проходит мероприятие на территории Бурятии. Поэтому к нему присоединились волонтеры из Улан-Удэ. Мы всегда спорим об одном и том же, это о Байкале. Вот, и, естественно, всегда по-разному где-то мы относимся, как надо решать. Но сейчас уже наступает момент, когда надо объединяться и надо как-то уже координироваться. Почти 150 тысяч волонтеров по всей стране объединяет сегодня экопроект 360. Не случайно он является ключевым в комплексной программе «Мир со знаком плюс» N-плюс групп. Она была запущена по инициативе основателя компании, общественного деятеля Олега Дерипаски. В этом году проект 360 был отмечен на международном уровне. Он получил экологическую премию стран БРИКС. Ни одна из инициатив не находит такой поддержки и столько последователей, как акция 360 по уборке прибрежных территорий и экологических заповедников. Немножечко нас подвела, конечно, пандемия, когда полтора года мы могли участвовать в этой акции только в режиме онлайн. Но сейчас, я думаю, все возобновится. За 10 лет, что существует проект 360, он из акции по очистке берегов Байкала превратился в настоящее эко-движение. Иркутск, Братск, Устилимск, Мияз, Девногорск, Нижний Новгород. Все больше городов присоединяется к экопроекту, главная задача которого – сделать заботу о природе образом жизни для максимального числа людей. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. 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 toothpaste. Продолжение следует...